И снова здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами Иван Шамков и вы смотрите Печорский калейдоскоп. Наши каникулы завершились и мы вновь готовы рассказать вам о самых интересных событиях родной Печоры. Чей железный конь быстрее или велофестиваль Августин? Каравай, каравай, комик край наш, поздравляй! Красивый, модный, вместительный портфель в подарок первоклашкам. Врачеватели лохматых душ, поздравляем ветеринаров с профессиональным праздником. Брали штурмом и отражали атаки террористов, как печорские парни участвовали в конкурсе призывников. Приключения японцев в Коми. Вспоминаем 1999 год. Наш комик край отметил свой день рождения. Широкие гуляния, новые проекты, интересные фестивали. Все это подарили ему благодарные жители. Наш город тоже не остался в стороне. День республики Коми широко отметили в Печоре. Начались торжества с парка имени Володи Дубинина. Стартовали они с праздничного концерта творческих коллективов города. «Одиннадцать чудес земли Коми», а дальше больше. «Одиннадцать чудес» «Одиннадцать чудес» «Одиннадцать чудес» Продолжилось празднование в речной части города фестивалем «Северные ягоды», и там печорцам было чем заняться. Их вниманию было представлено множество площадок, соответствующих названию фестиваля. Коми, Коми, край любимый и тайга родная, льешься, льешься, заберешься, ты моя печора, над тайгою с ветром в горе скалы холма горы. Стеклянный город, видно с космоса, седу тайги, тонула в одиночестве, пока не болен. Весы сияют звезды так же ярко, как моя любовь, я за тебя молюсь и обращаюсь к Богу. Не пойму стеклянный город и снежинки, как моя ладонь, прошу тебя, если не любишь, ты меня не тронет. Я полечу на кровь, но с крыльями весну спасать. Стеклянный город, я люблю, не надо мной играть. Уйд, винив, твоя гармошка, солнце на закате. Север, север, сон сияет над тайгой в гаражах. Дева, девушка, девица, ты тайга небесная. Ты небесное сиянье, ты чистая и честая. И даже дождь не испортил настроение. С юбилейной горожане отправились на площадь Горького, где состоялся уже другой фестиваль уличного кино. Субтитры подогнал «Симон» 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 Северной ягодкой на торте стало файер-шоу, устроенное для благодарной публики группой энтузиастов огненных развлечений, поглощенные огнем. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Работа с животными может быть опасной. Есть ли у ветврачей свои секреты, как себя уберечь? С животными обязательно нужно разговаривать. Они все слышат и понимают. Ни в коем случае на них не кричать. Ну и, естественно, нужно успокоить самому хозяину, потому что иногда они тоже начинают переживать, что животное их не так корректно себя ведет. Потом хвалим, как и люди, допустим, в садике воспитатель детей, как мама, папа, ребенка. Лохматых пациентов немало. Всем им требуется медицинская помощь. У нас есть операционные дни. Это со вторника по четверг. То есть это плановые операции. Мы записываем понедельник, пятница. Мы не записываем операцию, потому что после выходных большой очень поток. И это очень тяжело людям и сидеть и в очереди, и специалисты после выходных очень много работают. Информацию иногда нужно подготовить, скинуть. Вот. И в пятницу у нас тоже большой поток. И по вторникам и пятницам производится у нас вакцинация животных, антирабической вакцины против бешенства животных. Поэтому всегда народа очень много. Она бесплатна. Много всего повидали ветврачи. И у каждого есть своя интересная история. Мужчина пришел, я помню. У него маленькая собачка была. Она была беременна уже вот-вот рожать. Но так как ее у самой был вес 2 килограмма. Это порода, ершистский, это ер. А при беременности она стала 4,200. То есть мы видели и понимали, у нее поднялся сахар, то есть на этом фоне сахарный диабет начался, что нужно кесарево делать. И мы ему это все объясняем. И он по телефону начинает разговаривать с женой. И мы понимаем, что у него жена тоже рожает в Сыктывкаре. То есть мужчина бедный переживает. И здесь вроде бы собака роды. И там жена рожает. Мы ему сказали, так, успокойтесь, давайте, оставляйте собачку, езжайте, покупайте, что вам нужно. И после обеда приезжайте, мы собачку все прооперируем, что нужно вам перезвоним, скажем, купите. И вот, когда мы взвесили собачку после родов, она была 2 килограмма. Шовчик получился небольшой, было 5 щеночков. Все выжили, все хорошенькие. Потом пришли все на прививку. Ну и мама уже, естественно, тоже приехала домой с Лялькой. Можно сказать, что здесь и звериный роддом в том числе. Когда хозяева узнают, что кошка или собака беременная, то есть мы приглашаем, говорим, что мы можем посмотреть по УЗИ. Все ли хорошо, развитие идет, то есть есть ли сердцебиение у плодов. Очень интересно смотреть на эмоции, когда действительно животное беременно, подтверждается беременность, что их несколько. Они начинают и лапку также в рот брать, сосать. Крутиться, что им не нравится, что мы тут датчиком им вводим. То есть проявлять жизнеспособность свою. Когда процесс родов происходит, то есть мы уже видели во время беременности животное, то есть наблюдали, консультировали, объясняли, какой корм, когда что нужно давать, какие витамины. То есть животное было полностью подготовлено. И у перворода, как правило, бывает процесс родов примерно от 12 до 24 часов. То есть нам люди перезвонят, говорят, вот у нас начались роды, какие признаки, мы спрашиваем. Вот тот, а тот. Мы говорим, ждите, еще рано. Подготовьте то-то, сходите, погуляйте. То есть все хорошо. Место приготовили, да. То есть делаем консультацию, объясняем. Если мы чувствуем, что что-то не то, или у нас сомнения, мы приглашаем приедем и посмотрим по УЗИ, как стоят плоды. Вот бывает, что все хорошо, бывает плод крупный и стоит в родовых путях. Тогда, конечно, тут без кейсарева не обойтись. И когда все хорошо, все родились, щеночки, котятки, животные приходят на приивки и смотришь на них и говоришь, я тебя видела, когда ты еще был там у мамы в животике. По теплотой рассказывайте о своих пациентах. Почему вы выбрали именно эту работу ветеринарку? Почему с вами собралась именно эта команда? У нас все специалисты закончили университеты, академии. То есть я закончила Вологодскую молочно-хозяйственную академию. Елизавета Алексеевна, молодой специалист на приеме, она у нас закончила в Санкт-Петербургском университет. Есть старожилы у нас, допустим, как Татьяна Ивановна, главный ветеринарный врач. Она у нас вообще 35 лет уже работает. У нее огромный опыт, она всех молодых специалистов принимает, как своих. Как будто сын или дочь и все объясняет и рассказывает, как нужно делать. Иногда действительно бывают такие моменты, что без опыта старейшим не обойтись. Ну или наоборот, мы узнаем что-то новенькое, потому что молодые специалисты можем где-то подсмотреть, подслушать, посмотреть вебинар. И наоборот, а вот сейчас можно модернизировать и сделать по-другому. И допустим, у нас еще Игорь Дмитриевич работает, и вот мы с ним постоянно. Он говорит, вот я подсмотрел, ты мне подсказала, я сделаю теперь так. Или наоборот, что-то, допустим, по крупному рогатому скоту, у него огромный тоже опыт. Есть также Елена Борисовна, которая уже 20 лет работает. И тоже так же всех принимает, как своих детей. Мы все между собой дружим и общаемся, и свой опыт рассказываем и передаем, чтобы это было на благо животным. Ну а теперь поздравления с профессиональным праздником. Я хочу пожелать семейного благополучия, чтобы в семье было все хорошо, здоровья и терпения, потому что у нас работа иногда очень сложная, и без терпения никуда. Вы смотрите Печерский калейдоскоп. Первое сентября уже не за горами. Родители собирают детей к новому учебному году. Это хлопотно, не скроем, но как приятно получить в подарок портфель. Об этом в нашем следующем сюжете. Каникулы близятся к завершению. Скоро в школу. А что, это неплохо. Хорошо отдохнули, пора и уму разуму набраться, встретиться со школьными друзьями и похвастаться новым красивым портфелем. Удобные, модные школьные ранцы получили в подарок будущие первоклассники из многодетных семей в Центре помощи семье и детям Ассоль. Там для них устроили настоящий праздник. Здравствуйте, мальчишки, здравствуйте, девчонки, а также их родители. Сегодня мы рады вас приветствовать в нашем уютном зале. Какие вы все красивые, нарядные. А хотите с нами поиграть? Да! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА That's all there is to it. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и пройдены первые испытания. Теперь вас можно смело назвать первоклассниками. И наступает очень важный и приятный момент. Как вы думаете, какой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, что вы будете приобретать в школе, это будет вам помогать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня у нас было праздничное мероприятие, посвященное первому сентября. Оно у нас проводится традиционно, ежегодно. И только благодаря нашим друзьям, партнерам и спонсорам Печорской ГРЭС, которые нам ежегодно выделяют денежные средства на приобретение портфелей для первоклассников из многодетных семей. Ежегодно мы вручаем портфели где-то от 30 до 35 штук. В этом году у нас получили портфели 33 ребенка. В портфель входят очень нужные вещи. В портфель входит полный набор канцелярских принадлежностей, которых хватит, я думаю, на первое время ребенку хватит сходить в первый класс и посещать с достоинством все уроки. Это очень доброе дело, потому что сейчас непросто собрать ребенка в школу, а если это многодетная семья с небольшими доходами, это тем более очень проблематично. Поэтому получить такой портфель к первому сентября, я думаю, это большой подарок. Тем более мы это сегодня с вами увидели. Горящие глаза детей, счастливые лица родителей. Результат этого всего. С наступающим днем знаний всех родителей, всех ребят. Ребятам успехов, родителям терпения, здоровья. Школа – это здорово. Вы смотрите, Печорский горит доском. Республиканский конкурс «Призывник года» собирает новобранцев со всего региона. Хорошо отметились там и печорские ребята. Они успели поделиться своими впечатлениями и с нашей съемочной группой. Мероприятие прошло в Соктывдинском районе. За звание лучшего сражалось 25 человек, 7 из которых сразу сошли с дистанции. Что же это за школа мужества? И как к ней готовились наши парни? Ежегодно у нас проводится в Республике конкурс «Лучший призывник Республики Коми». В этом году, да, 2023. От нашего города, района участвовали наши лучшие призывники Павлюк Артем и Раюшкин Федор. Парни, как я уже говорил, подготовились, выступили достойно. Заняли достойные, хорошие места. Хотел бы, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность тем, кто вместе с нами готовил ребят. Это, во-первых, Бобровицкий Сергей Сергеевич. Все мы его знаем, да. Кизяев Юрий Васильевич, это преподаватель УБЖ школы из ЕЮ. И сотрудники К-49, Воронюк Днис Валерьевич. То есть, ну, без них подготовка была не в полной мере бы организована. А что скажут сами новобранцы? Чем им пришлось заниматься на конкурсе? Поджимание, подтягивание, сборка-разборка автомата Калашникова и снаряжение магазина на скорость. На конкурсе самом все отталкивалось от твоих способностей. Чем больше, тем лучше. Я уверенно сделал 30 раз. С полным обмунированием. В полное обмунирование входит течка, противогаз с подсумком и фляга. Фляга была наполнена водой. И еще форма сама. В плане тактики больше всего работа в здании. То есть, как штурмовая группа действует. То есть, мы этому научились. Далее, работа в лесу. То есть, тактика. Также боя. Обращение с оружием. Немаловажная часть. Потому что, если человек не умеет им пользоваться, во-первых, его заставят научиться. Во-вторых, твоему же товарищу будет опасно находиться рядом с тобой, если ты ничего не знаешь. Нахождение в нарядах так же. То есть, ты учишься понимать, на что нужно реагировать. И на что нужно обращать внимание. То есть, это и наряды по КПП. Это наряды в дежурном. Дежурным по взводу. Патрулирование. Патрулирование территории. То есть, это всему нужно учиться. И все это нужно понимать. Главное то, что, во-первых, ты поучаствовал. А во-вторых, ты что-то для себя понял. И усвоил. Ну, и так же испытал себя. Лайфертаг был у нас. Было очень классно. Автоматом стояли, стреляли по доске. Там было 300 очков. У меня, наверное, бил. Ну, то есть, там были люди в масках и гражданские. Ну, уже было попасть в поле маски. Поваран там, не знаю. Гражданских нельзя было задевать. Самое классное, это была тактика. Когда мы заходили в здание. И высовывались из дверных проемов. С автоматами. И проходили. Ну, как бегали дальше. Зачищали дом. Вот. У нас кидать гранаты. Ну, стрельбольные гранаты. Чтобы было, ну, атмосферно было. Вот. Дымовые кидали. На нас еще нападали на КПП. Мы отбивались. Вот. Кидали гранаты в нас. Дымы кидали. Вот. За забором к нам подходили, стучали. Пугали нас. Вот. Нужно было, чтобы завершить нападение, нужно было выбежать и задержать его. Чтобы было тайно, это не сравнится уже ни с чем. Ну, положительные эмоции у меня. А кормили как? Война войной, а обед-то по расписанию. Скажем так, в большую часть времени кормили нас хорошо. Отдельная благодарность поварам, потому что мы в первые дни мы наедались настолько сильно, что мы потом бегать не могли. Чем подкреплялись в полевых условиях? На один день давали нам сухпайок, вот, армейский. И на три человека разделяли его. Делили. Там, что в нем было? Гречка. Что еще? Можешь попытать. Консервы, да? Да. Консервы, тушенка, галеты. Живое желудокинное зимка, по-моему, на шоколаде. Нет, нет. Тонизирующие напитки, которые мы зачастую и пили, потому что приготовить многого не надо, и времени занимает тоже мало. Скажем так, порошок, да, смесь, ее закидываешь в телок и заливаешь простой водой. Размешиваешь, и вот, пожалуйста, пей на здоровье. Ну, делили это, естественно, между тремя людьми. Вот так. Вполне. Ну, гречка пойдет. Есть такая привилегия для участников конкурса «Призывник года» выбрать для себя род войск. Ребята уже определились. Пожелаем им удачи. Выбрал. Я войска дома на пограничника пойду. На данный момент у меня предпочтение к морской пехоте. То есть, в Мурманской области. Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов. Но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя? Познать границы своих возможностей? К черту границы. Ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься увидеть в каждой тени своего врага. Потому что без врага нет боя. А без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг — это ты. Чем рашний ты. Твоя задача — выследить врага. Догнать его. Превзойти. Стать лучше, чем он. Не вернуться назад. Победителем. Потому что завтра — первый день твоей новой жизни. Вы смотрите Печорский калейдоскоп. Паромный коллапс на несколько дней сковал движение на переправе через Печору из-за недостаточного уровня воды. Мало того, что из города не смогли уехать или, наоборот, вернуться авто всех видов, так еще на левой стороне скопились фуры с продовольствием. Кто-то паниковал, ведь паромную переправу можно назвать дорогой жизни. Кому-то по ней надо было выехать на операцию, кому-то отправиться в отпуск. Неравнодушные печорцы как могли помогали решать проблему. Например, безвозмездно организовали доставку продуктов в Печору катером. 23 августа с самого утра приступили к работе и переправили первые 17 тонн продуктов для печорских магазинов. На следующий день – 25. 24 августа вечером в город прибыл земснаряд. Ночью начались дноглубительные работы. Мощный грунтонасос расчищал русло и по грунтопроводу сбрасывал массу в другое место. По утверждению сотрудников Печорского филиала администрации Двинско-Печорского бассейна, объем работ невелик, но, как правило, они занимают несколько дней. Утром 25 августа паромы начали работу. Переправа открылась на двух берегах Печоры. Одна в городе, две на левом берегу. В приоритетном порядке переправлялись грузовые автомобили с продовольственными товарами и легковые, которые застряли у реки на несколько дней. На тот момент было важно устранить автомобильную пробку, а ночью вновь стартовали дно углубительной работы, после чего специалисты ФБУ проведут дополнительный этап корректировки фарватера. На три сутки стоит женщина, вот ее сразу же первую загоняем. Давай, поехали! Газон тормозь здесь! Посмотрите Печорский калейдоскоп! То были свежие новости, а о Печоре прошлого расскажет наш ретро-калейдоскоп. К сожалению, нынешнее время так расставило приоритеты, что далеко не все, живущие в Коме-край, знают язык, обычай и фольклор этого народа. Наверное, зря. Ведь даже жители страны Восходящего Солнца проявляют интерес к самобытности Коме. Впервые на Печорскую землю вступила нога, точнее ноги, двух японцев. Господин Ахироси Хасина, заведующего отделом Токийского научно-исследовательского института культурных ценностей при Министерстве культуры Японии, и его сына-студента Такаси. Гостей из страны Восходящего Солнца встретили в аэропорту, как и полагается, хлебосольно. Отведав пышного каравая, господин Хасина поведал нам о целях своего визита. Господин Хасина, цель вашего приезда в наш город? 皆さんの北の目的は何でしょうか? あの Печораの川とですね, それから Ураус-сан脈をぜひこの目で見たいと思ったからです. Нам хотелось бы увидеть собственными глазами реку Печора и Уральские горы. Дело в том, что меня очень интересует фольклор, танцы, обряды, песни, традиции финно-угорского народа. В прошлом году я был на медвежьем празднике, который проводился в Ханты-Мансийске. То есть это к востоку от Уральских гор. А вот в этот раз я решил уже побывать на западе от Уральских гор. Скажите, откуда ваш интерес к финно-угорскому народу? Какие интересы финно-угорские народы? Какие интересы вам интересы? Первое, когда я видел Ханты-Мансийске, то есть это очень близко к нему. И когда я приехал в Ханты-Мансийске, то есть это очень близко к нему. Когда я был на медвежьем празднике в прошлом году в Ханты-Мансийске, то увидел много общего с фольклором, с традиционными песнями и танцами японскими. И вот уже за это время, пока я находился в республике Коми, я получил возможность услышать песни, посмотреть танцы и очень много общего с японским фольклором. Надеюсь, что в нашем городе вам понравится. Программа однодневного пребывания японцев в Печури была очень насыщенной и разнообразной. А началась она со встречи с главой администрации Анатолием Ивановичем Лобастовым. Визит вежливости проходил в теплой дружественной обстановке. Стороны после краткого диалога обменялись сувенирами. Любознательные Хироси и Такаси теперь имеют возможность узнать всю историю становления и развития нашего города, полистав подаренные им экземпляры книги Печора молодости нашей. А напоминать о нашем северном крае будут меховые сувениры, один из которых, символ Коми Республики Лось, даже не поместился в саквояж, развесистые рога торчали из сумки. Затем японская делегация познакомилась с сегодняшним днем Печоры. Экскурсионная программа включала в себя посещение самых примечательных мест нашего города. Кстати, в день визита весьма удачно прояснилось небо, выглянуло солнышко и жизнь показалась не такой уж серой. Мы даже испытали гордость за нашу красавицу речку, что неторопливо текла, переливаясь в солнечных лучах. А вот за Печорские дороги и за плачевный вид дома культуры речников было немного стыдно. Впрочем, на улыбчивых лицах деликатных японцев эмоций было не разобрать. И, судя по всему, экскурсия гостям понравилась. Не осталось без внимания и музейная экспозиция, которая также познакомила японцев с историей и бытом коми-народа. Завершающим мероприятием в списке программы визита была творческая встреча с вокальным ансамблем коми-народной песни «Дзольганшор» в старинной деревне Базовая. Песня «Дзольганшор» Песня «Дзольганшор» Дорогих гостей ансамбль «Дзольганшор» эмоций не жалел. Пел с задоринкой. Впрочем, и те в долгу не остались. Зазвучали в деревенском клубе японские напевы. Напоследок, перед посещением баньки, Хасино Хироси и его сын Токаси еще раз полюбовались красотой величавой северной реки. В общем, цель визита была вполне достигнута. Стараниями отдела культуры, краеведческого музея и ансамбля коми-народной песни «Дзольганшор» в памяти двух жителей страны восходящего солнца надолго останутся впечатления от поездки в небольшой северный город Печуру, где они имели возможность познакомиться с самобытным творчеством коми-народа. Вы провели целый день в нашем городе. Ваши впечатления от гостеприимства и от бани? Мне давно уже, наверное, более 40 лет, не было так приятно сегодня, как здесь. Я недавно уже так не отдыхал душой, не танцевал, не пел, и в бане очень приятно было помыться. Масса впечатлений? Мадо Аширакава-но-ниои-гано-котте-мас, коконни. Еще чувствую запах березы после бани. Вы приедете к нам еще? Мата Кочаро-но-хоу-ни-кит-и-та-дакимаска? Если мне предоставится такая возможность, я бы хотела еще раз приехать. Хотя, на первый взгляд, очень различия в повседневной жизни японцев и коми. Но, когда немножко пообщаешься и так больше проведешь времени здесь, то уже эти различия стираются и очень приятно находиться. Спасибо. Спасибо. А это были все новости на сегодня. Увидимся с вами ровно через неделю. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова